Книга «К истинному православию» Игнатий Тихонович Лапкин, автор. Ответ Игнатия Лапкина отцу Льву Лебедеву на его открытое письмо «Не потерять бы потеряевку». Часть третья. Продолжение о потеряевке. Бог знает, потеряется ли. Но лето прожили, было крещение. Готовимся опять к 7 июля 1996 года. Приглашаем вас и ваших друзей. Передайте им от нас добрые пожелания. Дорогой батюшка, вы не написали о себе, как ваше здоровье. Прошу и на другие подборки дать ваш взгляд. Напишите, какие наши материалы подборки у вас есть. Всего их 11. Наиглавнейшие. Крещение и покаяние. Теперь 12 подборок. Повторяю вопрос. Разрешена ли публикация, открытая вашего ответа мне? Вы не написали, кто у вас архиерей? Какие отношения у вас с отцом Глебом Якуниным, с архиепископом Валентином Русанцевым? Просим ваших святых молитв и благословений. Игнатий. 21 декабря 1996 года. Барнаул. По скрипту. Отец Лев ответил после этого моего письма. Вот выдержки из него. Если вы решились на честный публичный спор, это хорошо. Пусть будет так. Вот вы, подробно описав поистине титанические свои труды чтения, жития святых, сочинения Иоанна Златоуста и так далее, говорите, что ваша проповедь состоит не только из указанных спорных тем, но и других, не вызывающих возражения. А я вам и писал, что за многое можно воздать вам благодарностью. Если речь о советском государстве или нынешней демократии в России, то, пожалуй, и я не решусь однозначно благословлять молодых людей служить в армии и переносить такому правительству присягу. Непотребное, развратное поведение нынешнего духовенства отступнической и еретической лжепатриархии московской. А отсутствие у этих попов любви к людям к пастве. Впрочем, вы готовы эти же обличения и на нас, перешедших в РПЦЗ, так как мы плоть от плоти МП. Но что до нас, нынешних священников, то мы, пожалуй, и достойны таких обличений. О себе точно скажу. Достоин. Прощайте. Не хочу больше с вами говорить. Так как у меня мало любви, еретичество меня раздражает и возмущает, а это плохо. Разум, помутненный гневом, плохой советчик. Чуть не забыл ответить на важный вопрос о постановлении Поместного Собора РПЦ 1917 года относительно возможности употребления русского языка за службами по просьбе отдельных приходов. Это постановление было ошибочным. 27 декабря 1995 год. Курск. Протеерей. Лев. Лебедев. Закон РСФСР о свободе вероисповеданий от 25 декабря 1990 года. Статья 7. Лицам, которые по своим религиозным убеждениям не могут нести службу в рядах вооруженных сил, предоставляется право на условиях и в порядке, установленном законодательством, заменить таковую на службу, не связанную с принятием и ношением оружия. А ревнители единой, неразделенной России, СССР, священники не допускают даже на равных существования отказников от присяги и от оружия с теми, кто принимает то и другое. Ратуя за войну в Чечне до победного конца, служители культа должны бы снять ареасу и надеть воинский мундир. И своими телами, и своими детьми с оружием плотским это и осуществлять, не посылая туда других. Непонятно, наверное, это уже кончился, ответ другое началось, я так понимаю. Спасибо.